Вокруг света пешком Поход по польской части общеевропейской тропы Е11 стал очередным этапом проекта «Вокруг света пешком», в рамках которого Валерий Шанин изучает лучшие туристические маршруты мира. В путешествии по Польше его попутчицей стала Ирина Спирина. Польша. Тропа Е11. Мы находимся на тропе Е11. И нас окружает типичный для середины Польши пейзаж. Все плоско, в основном поля, встречаются еще каналы, заросшие травой. По территории Польши тропа Е11 идет 800 километров. От Слубицы на западной границе до Градники на восточной. В этом походе мы пройдем только маленький участок тропы в самом центре Польши, по местам, где зарождалось первое польское государство. Гнездо – один из старейших городов страны. По легенде, как и Рим, он был основан на семи холмах. Историки считают, что это произошло в конце VIII века. В X веке гнездо стал первой столицей Польши и первой митрополией. Католический кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии – одна из наиболее почитаемых святынь страны, мать церквей польских. Сегодня это резиденция Примаса Польши. Тропа переходит через железную дорогу. Сюда положено к туннелю, под рельсами. Тропа выводит из города и сразу же теряется. Что-то пока у нас не очень получается с тропой. Судя по карте, по GPS-координатам, мы сейчас идем прямо по тропе. Здесь же не то что знаков нет, просто самой тропы нет. Тропа так тропа. Здравствуй, Польша называется. Только в лесу удается вновь увидеть красно-белые метки. Птёс заросло храпивой и ежевикой. Ежевики, правда, зато очень много. Вполне такая крупная ежевика. Спелая, чёрная. С гол до... С этого, конечно, не пропадёшь. Но комары достают. Вот что достает, это, конечно, страшное количество комаров, очень приставучих, кусачих, и вообще мокро и влажно. Грибы ещё встречаются. Польская низменность — это часть среднеевропейской равнины. Она тянется с запада на восток через всю страну, от Германии до Республики Беларусь. На севере выходит к Балтийскому морю, а на юге ограничена Селесской, Малопольской и Люблинской возвышенностями. Тропа Е11 на этом участке сливается с тропой Святого Иакова. Именно поэтому она так часто проходит мимо старинных церквей и монастырей. Тропа опять завела нас в лес. Но это уже другой лес, более оптимистичный. По суше есть какое-то пространство между деревьями. Самое главное, комаров здесь нет. Поэтому можно прогуливаться с удовольствием. Единственное, что непонятно, почему европейская тропа Е11 проходит по асфальтовой дороге, а не где-нибудь по тропинке в лесу. Приходится прямо по автомобильной дороге идти. Но мы идем по знакам. Это не то, что мы заблудились. Эта тропа здесь так проходит. Единственное, в этих знаках пока еще не встречаем табличек с названием городов, с указанием километров или часов до следующего населенного пункта. Но знаки достаточно часто размечены, как красно-белые полосы. Ну, как не Швейцария же. Ну, да. А Польша. А Польша, да. Тут все попроще. Да. Пясты – первая польская княжеская, а позднее – королевская династия. Ее легендарным основателем был крестьянин Пяст. Первый князь, о существовании которого есть достоверные исторические свидетельства, Мешко I жил во второй половине десятого века. Его сын, Болеслав I Храбрый, принял королевский титул в 1025 году. В Цшемешно с 997 года покоились мощи святого Войцеха, которые польский король Болеслав Храбрый выкупил у язычников. Польшу можно назвать крестьянской страной. Более 38% населения живет в сельской местности. Традиции и ценности крестьянской культуры во многом до сих пор определяют менталитет поляков. Такое вот туманное утро. Вообще ничего не видно, но за исключением ближайших деревьев, которые прямо рядом с нами, а так вокруг поля перепаханные, где-то далеко-далеко в тумане угадываются отдельные деревья либо домики. И в целом, конечно, Польша в тумане выглядит значительно интереснее, интригующе, чем без тумана. Да, какой-то шарм придается Польше, когда она в тумане. Типичный польский пейзаж – это всхолмленная низменность, поделенная на бесконечные квадраты и прямоугольники полей. О необозримых просторах говорить не приходится. Чаще земельные угодья относительно невелики. Но их очень много. Обрабатываемые земли составляют 47% территории страны. По площади земельных угодий Польша занимает третье место в Европейском Союзе после Франции и Испании. В сельском хозяйстве занято 14% населения. Польские крестьяне выращивают зерновые культуры, картофель, кормовые культуры, сахарную свеклу, бобовые. Хорошо развито садоводство, разведение крупного рогатого скота. Могильна – один из старейших городов Польши. Первые поселения на берегу одноименного озера возникли уже в восьмом веке. В 1065 году, в период правления короля Болеслава Второго Смелого, здесь было основано Бенедиктинское аббатство. Вокруг него и стал расти город. Старые здания не сохранились. На этой земле было много войн, а в промежутках между ними случались и стихийные бедствия. Пять раз город сгорал дотла. Основанный в 11 веке монастырь закрыли в 1833 году. Позднее в монастырских зданиях размещался госпиталь, а во время Второй мировой войны – лагерь военнопленных и тюрьма для еврейских женщин. Церковь святого Иоанна Богослова была построена одновременно с монастырем, но несколько раз перестраивалась. Сейчас идет очередная реставрация. Жара вполне такая себе летняя, хотя уже конец августа. И, в общем-то, приметы конца августа видны. И кукуруза созрела, и листья желтые уже встречаются. Перепады температуры. Ну, очень холодно. Я думала, прям, достаточно большой контакт температуры. Немного 30 градусов. И сейчас сколько? Ну, 27. При социализме для мелких и низкотоварных крестьянских хозяйств, а таковых в Польше было большинство, государство обеспечивало дешевые кредиты и гарантированный рынок сбыта, а также, пусть и скромное, социальное обеспечение. Либерализация экономики привела к росту цен на продукты питания. Доходы крестьян пошли вверх. Религия играет важную роль в жизни страны. Статья 25 Конституции Польши предусматривает равноправие всех церквей. Однако около 87% граждан Польши являются католиками. В первобытном ландшафте Польши господствовали леса, нынче занимающие всего около 28% всей площади страны и почти полностью сменившие растительный состав. Леса, по большей части, не бестеприимные. Какие-то они все темные, влажные, комаринные. Совсем не то место, где хотелось бы остаться на ночь. В центральной Польше лес – большая редкость. Лесные участки сохранились только на неплодородных песчаных холмах и на трясинах. На тех землях, которые не годятся для производства зерновых. В долинах рек растут верба и тополь. На болотах леса в основном ольховые. А большую часть территории занимают смешанные леса, в которых можно увидеть дуб, граб и липу. Хвойные леса обычно искусственного происхождения. Тропа ведет по давно заброшенной дороге. Ориентируемся только по знакам, которые регулярно встречаются на деревьях. Вот красно-белый – это наш знак. Земля мягкая и вся истоптана кабанами, копытами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пешком. Пешком? Пешком, да. О, курика моя! Вот, вот так вот пешком ходим. А эта тропа, вот, вон знак, вон на дереве. Вот, вот по этим знакам. Ага, так вот. Идем и по терапии. О, ну, ну, ну. Прежде всего дорогу. Ну и до конца и на лево. Да, до конца на лево. Хрю冊ка. Да, да, Хрусвитка. И на Врослав. Да, да, правильно. Правильно. На Врослав, да. И потом на Тору. На Тору. Да. Да, да. Ну и сегодня два нервничка. Прошу? Два дня нервничка. Два дня? Два дни еще, да? Ну думаю, да. Ну да. Ну так. Когда-то парвуски я учусь, но это уже сколько лет. Ну... 30 лет до сих пор. Ничего себе не помню. Ну... Трошки так. Трошки так. Вообще симпиня добрая, да? Сток хороший, да? А... Витаминца много. Крушвица – один из древнейших городов Польши. В 1350 году на берегу озера Гопла, по указанию короля Казимира Великого, началось строительство замка. В 1655 году он был захвачен шведами и сожжен. Сохранилась только 30-метровая мышиная башня. В ней была тюрьма. По периметру крепость защищал деревянный чистокол, глубокий ров и озеро. К центральному входу вел подвесной мост. Озеро Гопла, название которого произошло от имени средневекового славянского племени Гоплан и прилегающие к нему болота, включены в состав охраняемого ландшафтного парка. Мы идем по знаком нашей тропы Е11. На этом участке она совпадает еще и с тропой Святого Якова. Так что тут две тропы идут вместе. Но в Польше довольно специфическое представление о том, что такое пешеходная тропа. Вот здесь нет ни тротуара, ни обочины. Приходится идти прямо по оживленному шоссе. Мы по-прежнему идем по Польше по тропе Е11. Но в данный момент тропа выглядит вот так. Это просто скошенное поле. Никаких признаков не то что тропы, даже тропинки. Колеи толком нету. Надежда только на GPS. Судя по карте, которая у нас есть с GPS-координатами, трек проходит как раз вот здесь, где мы идем. Тропа Е11 проходит по сельскохозяйственным районам. Слева поле кукурузы, а справа солома. Причем сейчас уже конец августа, но видно, что солома осталась с прошлого года. Здесь тропа Е11 действительно похожа на настоящую тропу. Знаков, конечно, никаких нет. Только по GPS можно ориентироваться. Но зато вот такая дорожная тропа. Кто-то когда-то, похоже, ходил. Ну, лучше все-таки на поле перейти. Но уже давно не ходит. Город Инаврацлав впервые упоминается в исторических хрониках в 1185 году как Ново Владислав. Экономическое благосостояние города сильно улучшилось в 15 веке, когда по соседству с ним открылись соляные шахты. Церковь Благовещения Девы Марии, построенная в 1900 году, привлекает внимание своими размерами и 77-метровой башней. Романская церковь Святой Девы Марии построена в конце 12 века из гранитных камней и кирпича. Романская церковь Святой Девы Марии Рыцари Тевтонского ордена в 1233 году построили на берегу Вислы крепость Торн. Вокруг нее и стал расти город. В 14 веке он вступил в Ганзейский союз, объединявший свободные торговые города. Затем несколько раз переходил под юрисдикции разных государств. От Тевтонского ордена к Польскому королевству, от Речи Посполитой к Пруссии, от Пруссии к Германской империи, от нацистской Германии к Польше. Старая часть города отстраивалась с 13-го вплоть до конца 18-го, и даже 19-го века. Она вся целиком включена в список памятников мирового значения ЮНЕСКО. Облик города, застроенного в стиле кирпичной готики, практически не менялся с начала эпохи Возрождения. Торунь – один из самых красивых городов Польши. Именно здесь родился самый знаменитый поляк – астроном Коперник. В его честь здесь называют отели и рестораны, кондитерские и швейные мастерские. Наш поход по тропе Е-11 завершается в Торуне. В Торуне завершается поход по польскому участку европейской тропы Е-11. А проект «Вокруг света пешком» продолжается. Впереди новые путешествия по лучшим туристическим маршрутам мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова